добрый день уважаемые коллеги и гости форума белые ночи мой доклад посвящен методу психологической реабилитации онкологических пациентов на ранних этапах лечения и содержит в себе практически опыт поэтому я подготовила для вас видео презентацию где есть методологические комментарии а также мнение пациентов которые получили данный вид помощи давайте посмотрим а потом я буду готова ответить на ваши вопросы можно свет выключить здесь программа началась в 2015 году было проведено пилотное исследование на 10 пациентов в котором была проведена операция удаления злокачественной ухоли и мы увидели что метод работы люди которые находятся в ситуации онкологического заболевания без всякого сомнения переживая череду психотравм не успевая осознать и отреагировать тяжелые переживания после постановки диагноза многие из них не решаются сообщать родственникам и до госпитализации продолжают выполнять домашние профессиональные обязательства при этом находятся кризисом состояния я чувствовала что я не могу справиться у меня такое состояние было что вы какой-то безвыходности без безвыходности и конечно ложись и помирай или не такая как для женщины остаться без груди в то время я такой большой достаточный период жизни уже чувствовала что у меня какой-то моральный дискомфорт постоянно будущее беспокоило поскольку я уже заканчивала лечение длительное и я не знала есть ли результат у лечения переживание страх страх слезы слезы вообще даже зачем вообще лечить на смысле какой-либо ну пробивать какие-то там какие-то операции потом ходить для чего-то нужно и результат будет один самое страшное это не операция самое страшное это операционное лечение восстановление и самое страшное ваше психологическое состояние вообще если чувство каким-то моральным уродом условия жизни резко поменялись но у человека не найдены когнитивные эмоциональные поведенческие социальные ответы как быть это невероятная нагрузка на психику а далее чаще всего длительное лечение где могут утрачиваться внешние данные где может появляться физическая немощь соответственно человек в короткий срок теряет опору сужается социальный круг общения и человек в растерянности в этот момент мы наблюдаем что размышления людей приобретают тоннельную форму и пациенты фиксированы на своих пессимистических умозаключениях о своей жизни о лечении человек в растерянности в этот момент когда пришла операция я осталась одна на одну со своими проблемами и там начиналась химия там все было страшно в начале даже все это идет операция как на одном дыхании а потом ты остаешься одна на один встала на то что это очень страшно и не понимала как все это жизнь остановилась чувствовала что нам все жить с этим нельзя я стала не такая я стала как будто ущербная что ли когда здесь появился такой вагноз ну на самом деле человек уже уже пережил эту смерть тогда мне казалось что все плохо надежды никакой не было и поэтому психологическая служба на мой взгляд она должна стать опорой пациенту на протяжении прохождения всего основного лечения соответственно на разных этапах лечения должны быть разные технологии которые помогают восстановить человеку психологическое здоровье которые безусловно являются ресурсом для прохождения основного лечения в силу того что наши пациенты склонны к снижению соматического психологического иммуникета в программе не используются психологические психотерапевтические интервенции которые могут привести к повышению психоэмоционального напряжения и таким образом ухудшить состояние пациентов в основе реабилитационной программы лежит метод когнитивной психотерапии который направлен на лечение депрессивных тревожных фобических состояний свойственных людям болеющим жизнеукражающим заболеванием краткосрочность данного метода является несомненным достоинством для пациентов которые находятся в зоне биологического риска и высокого уровня неопределенности уже сегодня сейчас необходимо чтобы у человека менялось состояние эмоциональное чтобы улучшалось качество жизни сам по себе метод просто доступен его можно передать пациентам для того чтобы он самостоятельно им пользовался схема ПЦДЕ хорошо укладывается во внутреннюю картину болезни пациента которая включает в себя и когнитивную эмоциональную поведенческую телесную составляющую и таким образом пациент видит что проблему можно разложить по полочкам и она уже не выглядит для него такой непреодолимой и они самостоятельно начинают обнаруживать свои собственные смыслы для того чтобы выходить из этих состояний и включаться в жизнь знакомство между участниками происходит через призму собственных диагнозов в дальнейшем к диагнозам и переживаниям по поводу заболевания мы практически больше не возвращаемся а в фокусе терапии находятся размышления о жизненном опыте отношениях они с радостью делятся о том как меняется их эмоциональное состояние их отношение к лечению к врачам к диспансеру где они получили психотравму в связи с постановкой онкологического диагноза и они с удовольствием начинают рассказывать как преобразовываются их отношения с людьми семейные отношения расширяется социальный круг общения у меня жизнь как раздеревилась четко до проекта и после проекта то есть у меня сместился вот этот акцент не на болезни а именно на проект почему-то то есть я реально чувствую что вообще другой человек здесь совсем другой другими взглядами в первую очередь я перестала бояться идти к онкологическому центру потому что я раньше шла у меня просто ноги ватные все как-то вот негатив спрашиваешь а тут я шла на занятия на эти и впоследствии на лучевую терапию я прям летела на крыль мне прям хотелось сюда идти после пистанинской группы все даты смеются на лучевую терапию в очереди и другие на них реагируют как будто а почему они смеются что такого происходит они смеются только потому что радуются жизни и замечают какие-то мелкие моменты они поменяли свое отношение к жизни и не представили до тех людей на болезни если я раньше шла в онкологическому центру сюда как ликатовую какую-то вот лет пять занятий я уже в припрыжку радостно и не думая что ой тут одни больные а наоборот нашли нехорошо так говорить ну как в коробке психологическая спорность зачем она отвлекала ну вот от мысли очень помогло конечно и индивидуальные занятия давали знания как не справляться с негативными и как вставляться с обидами получаются эти знания и навыки применять вот в обычной жизни на территории потихоньку получаются у нас это не получается да помогает каждый день с утра до вечера в любой ситуации я сразу вот все это раскладываю как учили вот и понимаю что то есть свое состояние осознаю и уже могу как-то регулировать свои эмоции и вообще поведение свое вначале что мы сидим перед лучевой терапией все такие несчастные про свои болезни про свои проблемы у кого какое давление а мы сидим такие веселые такие позитивные у нас так все хорошо хотя мы тоже не совсем все хорошо но мы совершенно какие-то другие мы были живы и не думы с моими соседями когда я была в силовейской группе у меня химия проще проходила химия проще проходила да то есть у меня было вот такое настроение я более не знаю настрой такой вот позитивный да я справлюсь у меня все будет хорошо есть люди которые справляются я их увидела и да слышала как это происходит как люди не справляются с этим мне кажется это вообще очень важно я стала себя увереннее чувствовать я перестала на это смотреть как ну какой-то какой-то неизбежность какой-то вот прямо все конец жизни конец всего я перестала бояться того что случилось это было очень полезно на самом деле я бы не додумывался тогда посмотреть на что-то вот с другой точки зрения нельзя думать что я стала спокойной постоянно следили я прошел этот состояние у меня на самом деле где-то вот наверное просто старого займется нашим и мои мне говорят тетя мама такая веселая вот такой вечер вот уже вот уже вот как-то страна произошла я даже не знала как устроенное состояние изменилось ну помню на 90 градусов и болезнь отступила на какой-то там какой-то леди понимаете что ты не думаешь о себе как о больном человеке а думаешь о том что жизнь она продолжается и ты живешь совсем в другие на голову не смотришь на руле наши психологи как-то сделали так что ну теперь будет явно теперь мы по-другому смотрим на жизнь стало более позитивно смотреть вообще на них кто-то по-другому оценивать и ему не страшно понятное дело болезнь не может устраивать но мы не понимаем что я с ним справлюсь а у меня суверенность там физически я себя чувствую хорошо выходим теперь было ощущение что выхода нет а теперь ощущение что выхода есть конечно но у меня раньше было такое какое-то пугающее что бы мне подумать как будут относиться ко мне когда узнают что сейчас меня это сильно беспокоят не знаю как я к себе отношусь я знаю что все устраивает ну я всегда была прямо понимала с мужем но сейчас это по-другому мне так больше лучше я стала не так назовлива в своей материнской опеке над ними у нас конечно такие более гармоничные отношения установились с сыном и с очередем мне стало самой с собой легче договориться разобраться ну и соответственно там у меня с родителями наладились отношения семье тоже я стала заниматься уже своей личной так сказать вот внутренней установкой судьбы отношения с семьей не там и послушать конкретно то чтобы оценку мнений человека который профессионал я бы рекомендовала обязательно участвовать в этой программе и таким образом они начинают фокусироваться на жизнь а не на болезнь и когда программа завершается они как правило говорят нет 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 мы не готовы расставаться мы хотим продолжение и пациенты после революционной программы переходят почти всем составом на программу поддержки но там уже другие задачи и соответственно другие технологии и об этом я расскажу в следующий раз я думаю что у нас получилось